На пляж, а там патрулирует полиция с палками, гоняет людей. Когда все только начиналось, могло показаться, что из неудобств для туриста на Гоа, разве что на пляж не попасть, смешно. Слушайте, ну полицейские сегодня вообще ослабиться не дают. Опять приехали, опять с палками. И в Индонезии то же самое. Жить можно, но приезжают-то на море. Везде все пляжи, закрыты такими баррикадами, все подъезды. Когда у тебя нет доступа к пляжу, ну смысл тогда жить на море и без моря. Но выбора уже не было. Авиасообщение прекратилось сразу и везде. У нас все чемоданы стоят собранными. Каждый день мы ждем, когда же придет сигнал и за нами летит самолет. Они две недели были в горах Непала, а когда спустились, мир стал совсем другим. Единственное наше желание сегодня это вернуться домой к своим близким. За границей в разных точках планеты в момент начала пандемии оказались не десятки, а сотни тысяч россиян. Мы из Москвы и уже два месяца мы сидим в Аймесаре, в Аргентине. Наша малышка родилась тут за месяц до карантина. Мы не успели улететь. Разные континенты, страны и города. И одинаково безвыходные ситуации. Рейсы были отменены, границы были закрыты. Заберите нас домой, я очень хочу домой. Это не только туристы, рискнувшие путешествовать в такое время. Студенты и преподаватели, дизайнеры, привыкшие работать удаленно, спортсмены и командировочные. У всех кончались, если не деньги, так визы. Вот и памятки такие есть про коронавирус. Вера Фифелова, жилая, работала во Вьетнаме последние полгода. Билет обратно был на конец апреля. Рейс, конечно же, отменили. Нам приходилось следить за уведомлениями рейсов даже ночью. И мы вставали и проверяли на сайте авиакомпании и не поставили случайно наш рейс. В Индонезии рейсов в Россию ждали больше 6 тысяч человек. Большинство – туристы. У многих не было денег, из отелей их выставили. Остались, в принципе, уже без финансов, без какого-то места, где мы могли бы проживать. Представители консульса нам очень-очень сильно помогли, предоставили жилье, предоставили питание. Я попала в тяжелую ситуацию, с двумя детьми не могла попасть домой. Если бы не они, ну, наверное, я не знаю, я пошла на улицу, мне нечего бы кормить детей. Люди, к тому же, жили на разных островах. И на каждый должен был вылететь сотрудник российского посольства. Найти соотечественников и помочь. Нам удалось договориться с властями индонезийскими, с тем, чтобы наших людей не штрафовали за просроченные визы. И даже, чтобы просто добраться до аэропорта в условиях строжайшего карантина, требовалось специальное разрешение местного губернатора. И оно было получено. Наконец-таки я речу вот к родителям домой в Сочи. Большое спасибо. Если сначала так называемыми вывозными рейсами людей доставляли чаще всего только до Москвы или Санкт-Петербурга, то теперь по всей стране. Это сложнейшая схема. Сформировать рейс так, чтобы людей забрать из нескольких стран, учитывая карантин на месте и возможность приема борта в установленное время, огромное количество факторов должно сойтись. В некоторых странах аэропорты открываются только под российские рейсы. То есть для того, чтобы посадить российский рейс, который должен забрать людей, специально выходят сотрудники аэропорта, готовят его, принимают борт, осуществляют посадку пассажиров и загрузку багажа, отправляют борт и опять закрывают аэропорт. Это наши в Венесуэле. Почти 100 человек дождались самолета с родины. Почти все командировочные, инженеры и рабочие. Чтобы доставить некоторых россиян еще из отдаленного острова, венесуэльские власти бесплатно выделили специальный борт. Всем нашим гражданам оформлялись различные документы, в том числе разрешение на проезд с наземным транспортом, оказывалось содействие заправки топливом, размещение в гостинице. Германия. Целая группа особенных детей с родителями. Они лечились в немецких клиниках, а когда должны были лететь домой, границы закрылись. Мы пробыли здесь три месяца почти, в Германии. Лишний месяц, пересидели, уже не надеялись, но благодаря нашим консульствам мы улетаем сейчас домой. Арабские Эмираты. Спасибо. Домой, домой. Перу. Спасибо. Счастливо. Филиппины. Спасибо. Почти не может. Непал. Спасибо. Индия. Спасибо. Только за последний месяц из закрытых на карантин стран удалось вывести больше 16 тысяч россиян. 16 тысяч разных ситуаций. И слаженная работа сотен специалистов из десятка ведомств. Сколько людей, вот поверьте мне, столько и судеб. Но нет ни одного правила, нет ни одной инструкции, которая бы регламентировала вот эту или схожую ситуацию, когда весь мир перестал двигаться, когда нету ни рейсовых полетов, нету на земле в этих странах никакой транспортной логистики. Главный принцип дипломатов – помочь всем соотечественникам, желающим вернуться домой. Но привезти всех одновременно было нельзя. И не только из-за закрытых границ. Многие возвращались из неблагополучных стран, и в случае чего в регионах просто не хватило бы больничных коек. После последних двух недель тяжелого очень труда и достаточно нервного состояния, я уже готова, так сказать, обратиться с призывом соотечественникам. Может быть, вот на ближайший год вы не будете испытывать судьбу с приключениями. Всех, кто возвращается в Россию, тут же в аэропорту проверяют. 15 минут и результаты тестов на COVID-19 готовы. Прилетевших из наиболее пострадавших от коронавируса стран отправляют на карантин в обсерваторы. Вывозных рейсов за границей ждут еще несколько тысяч соотечественников. И спецсамолеты поднимутся в небо уже в ближайшие дни.